Про Почту России можно говорить бесконечно. В интернете еженедельно появляются видеозаписи, где посылки грузят из рук вон плохо или письма намокают при тушении пожара. Но все ли так плохо или же это единичные случаи? Давайте узнаем это вместе. Обычное утро почтового отделения начинается в 7 утра, когда рабочий автомобиль привозит почту. Почты поступает к нам в центральное отделение достаточно много. В день примерно письменной корреспонденции поступает порядка 3-4 тысяч заказных. И такое же количество простых писем. В страховой почте поступает посылок в пределах 100. И мелких пакетов у нас очень много сейчас приходит из Китая. Интернет заказов много. Всю входящую корреспонденцию обрабатывают и вносят в базу данных. Делается это для того, чтобы клиент смог отследить свое письмо или посылку через интернет. Звучит все очень оптимистично, но есть одна проблема. Все это нужно сделать до 12 часов дня. Именно в это время на адреса выходят почтальоны. На этой операции несколько хрупких девушек, а посылки порой приходят весом больше 20 килограмм. И такое тяжелое утро каждый день. Работа на почте, но нелегкая для операторов, потому что они у нас универсалы. Им нужно почту принять, обработать, выдать извещение в доставку, обслужить клиентов на рабочем месте. В частности, принять и посылку, и коммунальные услуги, и отправить письмо, и денежный перевод. То есть операторы у нас универсалы. Работники почты признаются, персонала не всегда хватает. Поэтому приходится выходить из положения по-разному. Например, в этом почтовом отделении идет разделение труда в пределах возможного. Работе это помогает. К тому же и технологии не стоят на месте. Электронные талоны, адресное хранение, сети нововведения позволяют быстрее обслуживать людей. Из-за большого объема входящей почты нам это необходимо делать. Иначе у нас получается большое время обслуживания. А сейчас одна из приоритетных задач Почты России сократить очередь в отделении. К сожалению, работает эта система не на всех почтовых отделениях. Что уж и говорить про область. Мнение людей насчет работы почтовых отделений разделилось. Как вам? Нравятся услуги Почты России? Не нравятся? Ну, вообще-то нормальные, но только народу очень много. Очень много времени тратишь на посещение и очереди. Вот сейчас мне очень хорошую услугу оказали. Я живу в деревне Полково. У нас сейчас там не работает почта. А мне здесь это предоставили возможность получить. Я очень даже довольна, потому что там с проблемами. Сейчас нет почтальона. Я сегодня очень долго сидела в очереди. Полтора часа. А часто такое бывает? Ну, вот за все время я второй раз уже так попадаю. Со всеми введенными инновациями некоторые почтовые отделения по-прежнему страдают от очередей. Периодически теряются посылки или письма. С другой стороны, система обслуживания сильно изменилась за долгое время. Осталось только ждать, приведут ли к чему-то такие нововведения. Или все в работе Почта России останется на прежнем месте.